С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 23 октября. Международный день снежного барса. Уникальное животное, которое занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих в высокогорные районы Центральной Азии. Также сегодня день работников рекламы в России. Теперь о родившихся. 1715 год. В этот мир приходит Петр Второй Алексеевич, российский император, который сменил на престоле Екатерину Первую, внук Петра Первого, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбютельской, последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол 17 мая 1727 года, когда ему было всего 11 лет. Умирает в 14 от оспы. Петр фактически не успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно фактически не правил. Джанни Родари родился в 1920 году. Известный итальянский детский писатель, сказочник и журналист. Его работы «Переключения Чиполлино», благодаря которому Родари прославился на весь мир, а больше всего среди читателей Республик Советского Союза. Также волшебный голос Джельсамина. Все произведения Родари были переведены на русский язык Самуилом Маршаком. Юрий Саульский, композитор, родился в 1928 году. К тому же он дирижер, автор балетов и мюзиклов, народный артист РСФСР. Писал музыку для театра и кино, джазовые пьесы и аранжировки, а также песни, среди которых такие хиты, как «Черный кот», «Татьянин день», «Тополинный пух», «Я жду весну», «Осенняя мелодия». Год 40-й, 20-го века. В этот день приходит Пеле. Бразильский футболист, нападающий, атакующий полузащитник. Провел 92 матча и забил 77 мячей в составе сборной Бразилии. Рекордсмен по числу выигранных в качестве игрока чемпионата мира. Три титула. Единственный футболист, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. Лучший футболист 20-го века является лучшим спортсменом того же 20-го века по версии Международного Олимпийского комитета. Ну а теперь о событиях. 1814 год. В Лондоне хирург Джозеф Карпио официально проводит первую пластическую операцию. Он восстановил нос, переместив на него лоскут кожи салба. Так называемый индийский метод. И когда он снимает повязку через три дня после операции, то восклицает сам себе. Бог мой, да это же нос! Правда, основателем современной пластической хирургии считается все-таки итальянец Гаспар Тальякоци, который восстанавливал поврежденные носы наложением фрагментов кожной ткани с руки. Но его труд в то время считали преступлением против природы. После же операции 1814 года начинается настоящий прогресс в этой области медицины. Правда, иногда некоторые представители этой области заходят слишком далеко. Как врачи, так и пациенты. 1898 год. Под Петербургом состоялись первые в истории России автоматогонки, устроенные обществом велосипедной езды на дистанции 39 верст. Ну, чуть больше 41 километра. От станции Александровская близ царского села до поворота на станцию Стрельно и обратно. Победителем становится Павел Николаевич Беляев, управлявший трехколесным клеманом. Дистанцию он преодолел за 1 час 33 минуты, показав среднюю скорость 27,3 километра в час. Вторым к финишу приходит француз Альфон Смерль, третьим Степанов, четвертым Шнейдер. Пятым приехал массивный Бенц под управлением Лаврентьева. Эта победа принесла народную славу Павлу Беляеву, почетному гражданину Петербурга. Впредь волхонские автогонки, названные так по месту проведения волхонскому шоссе, будут повторяться и перестанут проводиться с началом Первой мировой войны. 1914 год. В Москве открыто Щукинское театральное училище. Высшее учебное заведение театральное Российской Федерации при Государственном академическом театре имени Евгения в Ахтанговом Москве. Любопытно, что сам Борис Щукин в училище своего имени никогда не преподавал. Он в нем учился. Работал еще в ту пору, когда оно называлось третьей студией МХАТ. Не лишне добавить, что в студию он пришел уже взрослым человеком с техническим образованием. Учился до призыва на фронт Первой мировой войны в МВТУ. По смерти народного артиста в 1939 году его имя немедленно присвоили училище. 1917 год. В Петрограде на конспиративном заседании ЦК РСДРП-Б Ленин при поддержке Троцкого и вопреки возражениям Зиновьева Каменева требует развернуть практическую подготовку к вооруженному восстанию с целью передачи власти советам, в которых в это время преобладали большевики. В случае неприятия партии этого курса Ленин угрожал своим выходом из ЦК, прямым обращением к массам и разгоном большевистского партийного руководства. Из 21 члена ЦК на заседании присутствовали 12, из которых за Ленинскую резолюцию проголосовали 10. И таким образом судьбоносное решение было принято меньшинством Центрального комитета. В 1958 году Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе, один из крупнейших поэтов 20 века за роман «Доктор Живаго». Советскими властями роман был назван клеветническим, а сам писатель подвергся в СССР настоящей травле. 1991 год. Распущен КГБ СССР. На органы государственной безопасности возлагались в основном функции разведки, контрразведки, борьбы с экономическим саботажем и другие. Эти же органы осуществляли политику массовых репрессий, организовывали политические процессы против врагов народа, вели следствие и создавали фальсифицированные дела по так называемым контрреволюционным преступлениям, преследовали инакомыслящих. 2002 год. В Москве приблизительно в 21.30 около 50 террористов захватывают здание Дома культуры 1 ГПЗ на улице Мельникова, в котором шел мюзикл «Норд-Ост». Угрожая взрывом всего здания, который мог унести до тысячи человеческих жизней, террористы выдвигают требования немедленного вывода федеральных сил из Чечни. В проведенной ранним утром 26 октября операции по освобождению заложников с применением усыпляющего газа уничтожены все бандиты, но из-за трудностей с экстренной нейтрализацией газового отравления погибает 128 человек из числа зрителей и участников спектакля. Ну и последнее. В этот день, в 2001 году состоялся дебют бренда iPod. На рынок выходит первый плеер из серии портативных медиапроигрывателей компании Apple. Устройство производит настоящий фурор. Оно отличается не только привлекательным дизайном, но и удобным управлением. Для хранения файлов используется жесткий диск объемный до 5 ГБ, что позволяло записать до тысячи композиций. Это невероятно для того времени. Название плееру дает приглашенный для работы в компанию фрилансер Винни Чико, который вспомнил популярный тогда фильм Стэнли Кубрика 2001 «Космическая одиссея», в котором у корабля Discovery был отделяемый спасательный модуль под капсула под по-английски. Может покидать корабль, но должна возвращаться на него. И Винни предложил название для плеера под с фирменной эповской приставкой AI. Это название идеально вписалось в концепцию медиаплеера как информационного челнока или капсулы. А времена сейчас такие, что многие компании продолжают разрабатывать новинки. И кто знает, может быть мы сами скоро превратимся в один большой музыкальный оркестр. С вами был Николай Пивненко в проекте DATA.